это ключи от машины а вот это брелок от сигнализации и сегодня он сдох поэтому добро пожаловать в курс автомобильного электрика приветствую вас на канале портбокс сегодня будет длинный выпуск про автомобильную электрику и даже не про саму автомобильную электрику а как самим научиться делать самые простейшие измерения и простейшие расчеты если вы умеете пользоваться тестером если вы можете мощность ваты электрическую перевести в амперы то в принципе можете это видео пропустить она не для вас для всех же остальных вы научитесь использовать тестер своей жизни если вы еще этого не умеете делать ребята это очень важные знания и умения я вам расскажу некоторые штуки про автомобильную электрику а начнем мы с того что научимся правильно оценивать состояние обычной батарейки батарейки бывают разные вот батарейка полтора вольта вот батарейка автомобильного пульта от машины моей 12 вольт поэтому вы думаете что просто измерить вольт и этого достаточно но мы сейчас будем мерить амперы включаем тестер переводим его в режим измерения ампер электрического тока и в этом режиме тестер находится в режиме короткого замыкания то есть мы не измеряем напряжение мы измеряем силу тока и вот смотрите вот это вот новая батарейка я делаю в батарейке сейчас короткое замыкание и мы видим что 2 ампера нам батарейка выдает она при этом разряжается поэтому циферки падают вот возьмем другую батарейку такую же тоже на новое там или полу новая вот в районе 2 ампер каждая батарейка будет выдавать разные значения тока и поэтому лучше их сравнивать между собой вот теперь вот у меня есть валялись батареечки для пульта вот смотрите меряем одну 0 1 ампер меряем вторую 0 3 0 0 3 понятно что вот это вот лучше 0 10 лучше чем 0 0 3 так смотрим что у нас в пульте 0 0 значит вот эта батарейка 0 ампер выдает вот эта батарейка выдает 0 ампер поэтому мы сразу вставляем а сравнивать будем вот эти вот энерджайзер который нам выдает 0 11 0 12 ампер и варта который выдает 0 0 3 запас в варте электричество меньше но сейчас мы должны будем померить наконец таки напряжение переключаем тектор в режим напряжения измерения и смотрим энерджайзер нам выдает 10 половиной вольт варта выдает 1126 вольт несмотря на то что напряжение в энерджайзере меньше 10 и 6 лучше поставить энерджайзер то есть из вот этих двух полу дохлых батареек лучше поставить энерджайзер потому что на короткое замыкание он выдерживает в три раза больше ток чем варта я потом заменю все равно на новую но таким образом можно понять что выкидывать что не выкидывать про то как переводить тестер в различные режимы для измерения тока или напряжения я вам расскажу немного позже а сейчас добро пожаловать в прекрасный мир электричества я думаю что в школе некоторые знания на уроках даются преждевременно таким образом зерна падают в неподготовленную почву и не прорастают все вот это электричество про которое сейчас буду рассказывать это уроки уроки физики я не помню в каком классе в девятом классе кажется 8 класс нас был механика в девятом электричество где-то так потому что практически оно было не надо и поэтому много кто эти уроки пропустил мимо ушей теперь я думаю что почва уже готова и можно сыпать в эту почву зерна первое с чего мы начнем разговор про электричество это электрическое напряжение вы все знаете что каждый прибор рассчитан на свое напряжение есть лампочка которая рассчитана на напряжение 12 вольт есть лампочка которая рассчитана на напряжение 220 вольт одно втыкать в другое нельзя в автомобиле использует или 12 вольт или 24 вольта если у вас легковой автомобиль то в нем скорее всего 12 вольт и в нашей автомобильной практике это напряжение или есть или его нет или она не такое как надо еще про напряжение надо знать следующее что начиная с по разным источником напряжения 30 вольт она становится опасным для жизни следующее это электрический ток измеряется вам первых ток очень важная штука и более наверное сложное чем напряжение почему потому что напряжение везде пишут 12 вольт 220 вольт и мы понимаем в общем то для чего его пишут мы понимаем что если 12 вольт нельзя втыкать розетку 220 вольт и наоборот лампочку 220 вольт в автомобиль не вкручивают она не будет там светиться вот то что как то что касается тока все намного сложнее потому что ток в амперах мало где пишут а если и пишут то мы как бы мало понимаем что она обозначает если электрическое напряжение можно сравнить как бы это запас электричество иногда как бы с водой сравнивают что вот как давление воды вот накачали в бочку есть там давление воды там 220 атмосфер это все равно что в нашей розетки есть 220 вольт и соедини вот эту вот бочку с водой пробей в нем дырку и вода оттуда потечет с какой-то с какой-то силой и точно так же в розетку в суть провод соедини эти два контакта и там потечет электрический ток в одном случае вода потечет другом случае ток потечет но в общем есть он какое-то сходство и поэтому это течет и это течет на суть не в том бочка там розетка суть в том что электрический ток совершает работу то есть само электрическое напряжение она просто просто есть отток совершает работу именно ток крутит электродвигатель электрический ток заставляет светиться лампочки и ту и так далее электрический ток когда он проходит по проводам провод нагревается и вот это очень важно мы как бы даже и без уроков физики понимаем что если сел аккумуляторы мы хотим прикурить от другой машины мы не можем использовать тоненькие провода от розетки мы должны использовать толстые провода если у вас гараже есть сварочный аппарат вы не можете использовать тонкий провод вы должны использовать толстый провод потому что если вы будете использовать тонкий провод он нагреется изоляция расплавится провод перегорит и вообще будет полная хрень а вот почему это все происходит идем дальше говоря об электричестве глупо говорить только про напряжение вольты или про ток амперы мощность это то что их связывает между собой мощность равна напряжение умножить на ток напряжение обозначается буковкой у ток обозначается буковкой и мощность обозначается буковкой n получается ну и ну и что скажете вы мы все это знали а я вам скажу зачем несколько примеров попросил у меня как-то человек компрессор подкачать колесо автобуса нет вопросов я подъехал достал компрессор электрический воткнул его в прикуриватель и давай мы накачивать ему колесо качали 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 пока у меня не сгорел прикуриватель расплавился это жизнь а вот это наука в чем тут связь на каждой нормальной розетки на каждом выключатели удлинители и любом электрическом разъеме куда что-то втыкается как правило всегда стоит циферка ампер например на прикуриватели у меня написано 5 ампер на розетке в доме написано 16 ампер это означает что этот прикуриватель рассчитан на ток до 5 ампер если через него будет идти ток больше чем 5 ампер прикуриватель сгорит но на моем компрессоре никаких ампер не написано но когда я прочитал я увидел написано на компрессоре 80 ватт это мощность компрессора и теперь зная вот эту формулу что мощность это тупо напряжение умножить на ток мы можем узнать какой же ток жрет мой к мой компрессор делим 80 на 12 и получаем 6 половиной ампер она немного больше чем то насколько рассчитан прикуриватель но учитывая то что долго накачивалась колесо автобуса то вот прикуриватель и сдох кстати у меня в багажнике стоит еще один прикуриватель розетка так вот на нем написано 10 ампер в него можно втыкать более мощный потребитель например если у вас есть какой-нибудь ноутбук и у вас есть преобразователь 12 вольт 220 вольт и допустим у вас ноутбук потребляет 100 ватт написано на ноутбуке неважно какое напряжение 220 вольт или 12 вольт важно важно какая мощность он тянет из сети поэтому все что написано на этом ноутбуке мы делим на 12 8 с половиной ампер если у вас в багажнике прикуриватель 10 ампер это тянет 8 ампер все очень хорошо следующая история жизни даже вот в правилах дорожного движения написано что запрещается подключать задние противотуманки к сигналам стопа как вы думаете почему это написали в правилах почему ты написали что поворотники запрещается подключать потому что сплошь и рядом по крайней мере раньше подключали эти противотуманки к стопам лупили людям по глазам и для того чтобы не ослепляли на светофорах или еще где-то написали вот это вот в правилах пункт специально целых правилах от вот этого нашего дебилизма написали пункт но с точки зрения электричества вы что думаете что я такой умный и я избежал эту участь нет я тоже подключал когда у меня было audi 80 я тоже подключил чтобы меня лучше видели противотуманки к стопам к счастью ненадолго потому что как только я их подключил у меня сгорел концевик под педалью стопа а почему он сгорел а потому что у нас стопы лампочки в стопах по 20 по 21 вату две лампочки это 21 умножить на 242 ватт делим на 12 ну грубо то это все понимаете давайте будем считать 12 вот не 13 не 14 как там бывает борт сети 12 для простоты расчетов но ни на что не влияет нам 42 делим на 12 получаем примерно там почти 4 ампера соответственно концевик рассчитан на 5 ампер если я подключаю еще две противотуманки 2 лампочки там стоит по 21 вату то получается вместо 4 ампер 8 ампер естественно этот концевик сгорел точно также горят контакты подрулевых переключателях когда вы ставите лампочки 100 ватт фактическая мощность у них не 55 не 60 ватт а 100 ватт к чему это приводит если у нас две лампочки по 60 ватт мощность мы вы складываем просто и тупо складываем всю мощность 60 левая лампочка плюс 60 правая лампочка 120 для всей вот этой нашей науки сегодня все что от нас требуется это уметь бегло считать до 10 и пользоваться калькулятором все у нас ближний свет 60 ватт грубо говоря плюс 60 120 ватт делим на 12 10 ампер 10 ампер идет через наши подрулевые переключатели ну если конечно не задействованы реле если мы ставим две лампочки по 100 ватт у нас получается 200 ватт делим на 12 же 16 половиной ампер вместо 10 16 полтора раза больше я не буду говорить про то что сама лампочка греется сильнее что фара от этого может портиться сама фара но подрулевой вы подрулевой переключатель или переключатель света фар если он включает не через реле а напрямую он сгорит у вас сто процентов следующий пример вы хотите подключить противотуманки вот не было у вас противотуманок и даже нету проводки которая рассчитана предназначена для противотуманок но вы очень хотите себе противотуманки нет никаких с этим проблем но нужно кое-что рассчитать а именно рассчитать какой ток потребляет противотуманки очень просто два по 60 120 делим на 12 получаем 10 ампер для чего нам это надо во первых чтобы выбрать правильное сечение провода вам самим его выбирать не надо вам надо просто продавцу сказать что на 10 ампер или запасом там возьмите на 15 ампер потому что если вы возьмете провод тоньше чем надо например провод будет рассчитан там на 5 ампер на 8 мало того что он может нагреться перегреться замкнуть где-то но он еще и будет своим сопротивлением забирать часть электричества и до ваших противотуманок дойдет не 12 вольт например а 10 и опять же потренируемся в этих всех расчетах если до ваших противотуманок дойдет не 12 вольт а 10 а мы посчитали что они потребляют 10 ампер то общая мощность у вас будет не 120 ватт а 100 ватт то есть вы уже 20 процентов мощности ну там 15 процентов мощности потери и яркости света соответственно вы потеряете тупо на том что вы поставили не такой диаметр провода и сам переключатель который допустим если вашей машине ничего не предназначен для противотуманок то вы должны понимать что сам переключатель должен выдерживать 10 ампер поэтому если на переключателе будет написано 15 ампер это очень хорошо ну и конечно же вы не будете ставить противотуманки без предохранителя поэтому и и выбор предохранителя соответственно базируется на том токе который потребляет ваши противотуманки в данном случае 10 ампер поэтому предохранитель вполне можно поставить на 15 ампер если на 10 ампер вы поставите то он может загореть 15 можно конечно на 50 ампер поставить предохранитель но какой в этом смысл предохранитель по амперам должен быть немножко больше чем потребитель потребитель потребляет 10 предохранитель можете поставить на 12 и на 15 чем ближе к 10 тем он лучше будет защищать вашу бортсеть но тем чем тем быстрее он может сгореть поэтому тут надо какой-то баланс вот эти знания вот этой вот формулы она настолько простая и полезная даже просто для дома для дачи для чего угодно вот допустим вы решили у себя дома в подъезде или в квартире наконец-таки поменять свои старые керамические пробки на вот эти вот автоматы такие как пакетники и вам надо выбрать они же есть там на 16 ампер на 20 на 25 как вам это все посчитать вы же не электрик после сегодняшнего видео вы уже почти электрик смотрите в сети нашей 220 вольт правило точно то же самое например вы хотите поставить автомат на 16 ампер 16 умножаем на 220 получаем три с половиной тысячи ватт три с половиной киловатта и теперь вот эти три с половиной киловатта начинаем отнимать на стиральной машине у вас написано какой на мощность потребляет например там полтора киловатта когда нагреваю да вот три с половиной минус полтора это у вас работа и стиральная машина жена включила фен еще полтора и остается всего 500 ватт то есть если это все происходит вечером утюг приведет к тому что этот автомат будет выключаться может быть для дачи это изгодится но для дома 16 ампер вам может оказаться мало опять же вы можете поставить и на 100 ампер но тогда он ничего не будет защищать если произойдет где-то короткое замыкание в вашем удлинители то удлинитель вместо того чтобы выбила у вас автомат он просто загорится возникнет пожар то есть про это как раньше дать и жучок вкручивали такой провод там спали с толщиной все поэтому допустим если вы возьмете на 25 ампер и посчитайте 25 умножить на 220 равно пять с половиной киловатт пять с половиной киловатт для вашего дома квартиры может уже хватить мы уже плавненько подбираемся к тестеру как он там и что мере как его использовать в но еще одна величина последняя по которой нам нужно в наших бытовых познаниях электрики это электрическое сопротивление буковка р ом и ну и раз уже мы заговорили про ом и то и напишем закон ома вообще закон ома пишется так что сила тока равна напряжение разделить на сопротивление но запоминается хреново поэтому мы напишем по-другому вы же знаете что в этих формулах то можно все переставлять местами поэтому мы напишем вот так вот напряжение равно сопротивление умножить на силу тока что нам это дает отдает нам это ури ури помните фильм про электроника и там такой этот босс мафии говорил своему этому киллеру типа осторожно ури вот ури и вы запомните это после этого видео вы закон ома запомните навсегда осторожно ури сопротивление зачем нам надо знать про сопротивление в нашей автомобильной жизни сопротивление или 0 это может быть короткое замыкание сопротивление бесконечность это может быть обрыв цепи и сопротивление какое-то это сопротивление какое-то и так тестер тестер он же мультиметр несмотря на то что выглядит красиво это недорогой китайский тестер большая точность мне не нужно и многие из параметров которые тут есть они мне тоже не нужны этот тестер может измерять температуру может измерять электрическую емкость индуктивность может измерять в общем всякие такие штуки которые в обычной жизни редко нужны обычно надо или напряжение померить или ток померить или сопротивление вот давайте посмотрим как это делать здесь ничего сложного нет первое это напряжение бывает переменной и постоянный постоянный у нас в батарейке и в аккумуляторе в автомобиле а переменной у нас в розетке 202 сольт если мы хотим из переменного получить постоянный то мы его должны выпрямить с помощью диодов кстати наш генератор в автомобиле выдает переменный ток который с помощью диодного моста который прям туда встроен в этот генератор выпрямляется в постоянный ток почему это важно потому что переключатель для постоянного и переменного тока для постоянного и переменного напряжения разные это все что вам надо знать ну давайте заглянем этот тестер большое сложный поэтому любой тестер который будет по размерам меньше значит он будет и проще дырка с надписью ком правильно будет не дырка а отверстие я это знаю мне уже в комментариях как-то раз написали я знаю что отверстие но дырка звучит лучше ком ком это как бы базовое отверстие куда втыкается черный провод и черный провод как правило всегда должен быть в этом ком дальше вот здесь вот посмотрите вольты и ом и ом и обозначается вот такой подковкой если мы хотим измерить вольты напряжения и ом и сопротивления значит мы должны красный провод воткнуть сюда а если мы хотим измерить ампер и причем так вот 20 ампер это большой ток наш красный провод мы должны вот сунуть сюда сюда мы втыкаем красный провод если мы хотим измерить миллиампер и там вот например как в часах там каких-нибудь или электронных приборах потребление только маленькая вам это не надо вот вам грубо говоря два отверстия вольт и вольт и ом и напряжение и сопротивление и ампер и чаще всего надо вот это вот сюда мы его и втыкаем дальше сам переключатель здесь вот видите вот тут подковка нарисована вот это вот ом и беленькая подковка беленькие цифры тут надо просто понять что белое относится к белому зелененькая это напряжение и вот это вот линия прямая обозначает что напряжение постоянное то есть если мы хотим измерять напряжение в нашем аккумуляторе на автомобиле значит мы будем использовать вот эти вот циферки желтая это тоже в напряжение и такая волнистая линия тильда это значит переменное напряжение если вы будете в розетку пихать как наши провода щупы значит вот тестер должен быть в этом положении установлен и вот это вот амперы это это постоянный ток вот видите цифра 20 это когда мы хотим измерить довольно таки сильный ток но не больше чем 20 ампер ну от 1 до 20 от 0 2 до 20 ампер с назначением шкал разобрались все просто теперь что обозначает сами эти цифры я имею ввиду что обозначают вот цифры 200 м 2 20 200 тысяч а это предел до которого можно измерить в данном случае зелененькое напряжение то есть вот это вот напряжение не больше чем 2 вольта не больше чем 20 вольт не больше чем 200 вольт не больше чем 1000 вольт вопрос почему бы все не мерить на 1000 вольт но если мы на 1000 вольт померяем полтора вольта батарейку будет очень большая ошибка поэтому чем ближе вот эта цифра к тому напряжению которые мы хотим померить тем точнее будут показания ну давайте возьмем и померяем напряжение с вами чего уж там и потом вы пойдете купите себе тестер и будете делать точно так же смотрите вот тут кнопка включаем тестер бах вот он включился берем батарейку плюс минус без разницы вот 1 . 52 вольта должно быть полтора у нас 152 если мы перепутали местами плюс минусом то здесь вот появится минус но и все равно знаем это те же самые полтора вольта если мы возьмем батарейку 10 вольт а переключатель у нас стоит на 2 вольта максимум тестер не взорвется и не сгорит ничего с ним не случится просто произойдет вот такой вот бах все это если бы у нас была стрелка это как будто она уперлась в край и все поэтому но мы переключаем на следующие до 20 вольт и мерим нашу батарейку 12 вольтовую вот 1155 вот есть аккумулятор сколько в нем напряжение сейчас глянем 6 вольт это у меня 6 вольтовый аккумулятор то есть вы понимаете что измерить напряжение совсем не трудно а зачем нам надо мерить это напряжение вообще-то например у вас плохо заводится двигатель вы можете посмотреть какое напряжение у аккумулятора если вашем аккумуляторе 10 вольт или 9 вольт он уже сдох то его наверное пора заряжать если же ваш аккумулятор полон энергии и бодр от двигатель все равно не заводится знаешь как минимум аккумулятор мы исключаем у вас не светится подсветка номера вы поставили новые лампочки они целые подсветка не светится вы измеряете напряжение есть напряжение нет напряжения дальше на выключателе освещение есть напряжение нет напряжения на соединительной колодочки находите место где напряжение есть и в следующее место где напряжение нет и и ищете неисправность между этими двумя местами например у вас не крутится мотор моторчик печки вот вы включаете он не крутится взяли тестер и померили напряжение на моторчике есть напряжение значит проблема в моторчике нет напряжения значит возможно на моторчик не поступает напряжение начинаем мерить напряжение на регуляторе и искать там дальше таким образом продвигаемся по цепи смотрим где у нас напряжение есть и где она пропала это напряжение не заряжается навигатор от прикуривателя издыхает и вам надо понять вашим прикуриватели есть напряжение или нет напряжения взяли тестер и измерили нет напряжения прикуриватели смотрим предохранитель следующее это сопротивление зачем нам надо в автомобиле измерять сопротивление по большому счету сопротивление в омах значение сопротивления нам в общем то не нужно вот раньше когда-то была контроль к это провод лампочка и щуп провод подключаем к аккумулятору или к массе смотря что мы там хотим мерить и щупом тыкаем лампочка горит хорошо не горит плохо и так далее и таким образом мы прозваниваем цепи автомобиля тестер использовать гораздо гораздо лучше давайте посмотрим как это делается сопротивление значит важно провод у нас всунутой туда всунутые некрасивое слово да пусть будет всунутый где указаны он и а шкала переключатель переключить переключен на ом и и вот эти вот цифры это точно так же предел 200 он дальше идет 2000 ом это два килоома 20 килоом 200 килоом мегаом и это миллион он но нам не надо нам как правило вот первые первые два значения нас интересует вот вам сразу первый и простой пример у вас на даче или в подъезде или квартире вы при привезли новую лампочку она не работает или сгорела лампочка или выключатели где-то делай или еще там что-то или сверлили стену вешали картину провод пересверлили начинаем навсегда самого простого в данном случае лампочка но это видите специальная лампочка тут вы так на глаз спиральку не посмотрите и вот у нас есть тестер с тестером все будет намного проще вот он у нас уже подготовлен к работе и измеряем сопротивление спирали само сопротивление сколько там он нам не важно главное чтобы не было обрыва чтоб хоть какое-то было вот показывает 65 он если там будет 32 ома или 84 это один фиг главное что не обрыв вот на 2 кило мах это 00 те же самые 65 65 ом или 00 65 килоом вот и все просто как двери автомобильная наша лампочка пропал ближний свет или дальний а лампочка вроде новое чего проще можно не вы не вынимая лампочку из автомобиля если у вас есть доступ сняли с нее разъем взяли тестер вот что-то он там показывает маленькое сопротивление обрыва нет значит лезем в предохранители там и так далее есть обрыв вот у меня есть разбитая лампочка вот что такое обрыв обрыв это вот когда вы меряете между контактами а тут ничего не прыгает как вот была единица так и стоит единица сопротивление бесконечность вот это называется обрыв правда несложно конечно где еще может понадобиться например прозвонить предохранитель ну вот не можете вы там на глаз увидеть перегорела то спиралька или нет а бывают такие големые предохранители где там какая-то трещинка и на вид он целый а на самом деле он не целый или он по целый то не целый когда вы берете тестер меряйте сопротивление и немножко шевелить этот предохранитель если сопротивление то есть то его нет ну бесконечность значит это явно предохранитель этому хана можно конечно поставить заведомо исправный предохранитель но если у вас вот жменя старых и не поймешь какие исправные какие неисправные тестер решает все вопросы мы говорим сейчас про измерение сопротивления в каких еще надо случаях бывает нужно померить сопротивление ну например у вас допустим не светятся противотуманки и вы а провод вы туда кинули какой-то где-то взяли старый и он где-то был пережат где-то перекручен и есть у вас сомнения что целый ли это провод и вы берете измеряете сопротивление этого провода берете провод померили сопротивление должно быть где-то около нуля если около нуля значит все хорошо и заключительное это то с чего мы начинали измерение тока и когда режим короткого замыкания как я уже говорил для того чтобы измерить ток причем такой приличный ток который там один ампер и больше нам надо тестер перевести в режим измерения тока для этого во первых нам надо переставить красный провод щупа вытащить его из вот этих вот вольт и сопротивление поставить вот сюда где 20 ампер и вот где ампер и 20 перевести сюда выключатель и внимание ребята если в этом режиме вы сунете вот эти провода в розетку будет короткое замыкание а сейчас вот в таком режиме как будто это просто вот один провод и поэтому когда мы измеряем батарейку мы ее по сути замыкаем на коротко и вот сейчас по проводу идет 2 ампера и долго так держать не надо если вы мы возьмем аккумулятор то мы можем спалить тестер я надеюсь что это этим аккумулятором мы не спалим видите 10 ампер идет 10 ампер это очень большой ток то есть провода сейчас начнут нагреваться вот они уже теплые поэтому это можно делать кратковременно если вы такое сделаете с автомобильным аккумулятором то ваш тестер превратится в сопли поэтому вот так вот напрямую у большого аккумулятора не надо ничего подключать для примера смотрите вот какое сколько тока потребляет наша обычная лампочка но это от 6 вольт а 12 вольт она будет потреблять в два раза больше вот она у нас загорелась дальний свет почти 3 ампера это значит что 12 вольт это будет 5 ампер 5 ампер умножаем на 12 вольт получаем 60 60 ватт в общем то так как и должно быть то есть все у нас правильно в каком случае нам может понадобиться измерить силу тока ну как я вам показывал уже случае с батарейками таким образом мы косвенно определяем емкость запас электричества в батарее чем больше батарейка может выдать ток в режиме короткого замыкания и эта цифра не падает так сразу 2 ампера и таки два полтора 10 все сдохло это будет дохло дохлая батарейка вот когда она держит этот ток есть полтора ампера и он так держится это короткое замыкание кратковременно надо так делать значит это хорошая батарейка если вторая батарейка такая же допустим это полтора вольта топал полтора вольта но это выдает допустим там полтора ампера а то выдает 0 5 ампер значит понятно что то которая полтора она прослужит намного дольше ее можно ставить в яркие фонарики этого всякие фото вспышки вот она в ней много электричества грубо говоря и далеко не все знают про вот этот способ измерения емкости как бы батарейки или работоспособности путем закорачивания короткого измерения тока в режиме короткого замыкания например у вас разряжается аккумулятор вот приходите через два дня аккумулятор сдохший а вы знаете что аккумулятор у вас еще как бы не самый плохой все выключено машина выключена аккумулятор разряжается что делать вот так вот выключаете машину снимаете клемму и между клеммой и аккумулятором подключаете щупы и смотрите есть какой-то ток или нет если вам покажет что когда у вас все выключено но у вас течет ток между аккумуляторы и клеммой например течет там пол ампера или даже там 0 2 ампера но за несколько дней он посадит аккумулятор этот ток то это плохо вам надо искать какая цепь у вас остается включенной в автомобиле будут какие-то цепи будут включены например для того чтобы не сбить не избивался ваш бортовой компьютер он будет подключен как он к аккумулятору даже когда у вас выключено зажигание ключи вытащены машина на сигнализации но это будут миллиампер и то есть это каких-то там двадцать тысячных ампера там 20 50 миллиампер это очень маленький ток он не посадит ваш аккумулятор даже за неделю это сама сигнализация тоже будет тянуть датчики все же как бы слушает чтобы никто не проник но это тоже миллиампер и может быть какие-то часы там в автомобиле чтобы не садились но это все мили-мили микро ампер и это очень маленький ток вас должен интересовать ток который начиная от может быть 0 2 пол ампера и выше вот этот ток реально может посадить аккумулятор кстати как теоретически рассчитывается время работы от аккумулятора например у вас аккумулятор емкость аккумулятора 50 ампер часов это означает что аккумулятор может выдавать ток теоретически 50 ампер в течение часа или 25 ампер в течение двух часов или 5 ампер в течение 10 часов или 1 ампер в течение 50 часов то есть просто одну цифру на другую делите и все электричество применительно к автомобилю гаражу и быту нам важно знать следующие вещи напряжение буковка у измеряется в вольтах сила тока буковка и измеряется в амперах мощность это напряжение умножить на силу тока вольт и на амперы не киловольт и на миллиампер и а именно вольт и на амперы и электрическое сопротивление закон ома урий осторожно урий все это можно померить с помощью тестера или мультиметра который я вам очень советую купить он знаете нужен может быть раз или два раза в год там как электрогрей но когда он когда его нету то пусть он лучше будет купите себе недорогой какой-то маленький и огромное будет от него польза и последнее что я вам покажу как проверить напряжение сети 220 вольт первое и очень очень важное если вы не хотите чтобы у вас был бабах убедитесь что у вас вот это вот гнездо где 20 ампер она свободная что провод у вас сюда не всунут что он у вас стоит на вольтах где вот галочка буковка в красный провод а черный провод стоит там где буковки ком это первое второе убедитесь что переключатель у вас находится в режиме измерения переменного тока вот где буковка в и тильда переменное напряжение и следующая последняя в подготовке надо поставить пределу на же 220 вольт да ну вот значит надо 200 это маловато вот 750 это в самый раз пожалуйста 213 вольт 210 213 а вовсе не 220 касательно напряжения в сети я хочу сказать что большинство подавляющие электрических приборов наших способны работать при 210 вольтах и даже при 205 вольт еще могут работать вполне нормально по крайней мере вы видите 210 вольт у меня вообще тут никаких проблем нет но не забывайте что тестер китайский у него есть погрешность поэтому если вы хотите что-то мерить там очень точно но надо покупать что-то более качественное и дорогое пусть даже китай но качественный дорогой но если вы не хотите тратить больших денег я например не испытываю никакого неудобства от того что он у меня недорогой такая точность мне как бы не нужно главное что не 150 вольт как вы заметили у нас уклон видео не развлекательный нифига какой-то такой занудно полезное но я надеюсь что для многих вот эти знания самые простейшие принесут в будущей жизни пользу традиционно желаю поскольку у нас канал автомобильный чтобы ваши машинки вам служили и не ломались у вас все было хорошо чтобы было крепкое здоровье чтобы было все нормально в семье чтобы жизнь доставляла радость